Быть в гуще событий и нести информацию в народ, уметь профессионально пользоваться словом и оставаться объективными, рассказывая о проблемах. Таким настоящий журналист был много лет назад. Таким должен оставаться сегодня. По инициативе Краевого отделения Союза журналистов России в Белореченске состоялся День районного журналиста. Традицию отмечать лучших журналистов районных газет решили возродить по инициативе самих журналистов. А Белореченск для проведения первого такого мероприятия, по словам председателя Краевого отделения Союза журналистов России Вячеслава Смеюхи, был выбран не случайно. Белореченская земля богатая и знаменитая интересными людьми, в том числе мэтрами журналистики. Программа дня для приглашенных журналистов из Абширонского, Курганинского, Белоглинского, Тимошевского, Красноармейского и других районов была очень насыщенной. И пресс-конференция с главой Белореченского района стала одним из самых ярких моментов. Модератором делового общения выступал заместитель председателя Краевого отделения Союза журналистов России Виктор Жиляков. Я вот был, например, на Сочинском форуме, мне было приятно видеть, с каким успехом на Сочинском форуме выступил Белореченский район. И особенно потом, и не только на нашем краевом уровне, федеральном уровне, это отмечал и губернатор, когда смотрел презентации выставок наших муниципальных образований. И первый вопрос руководителю муниципалитета – как удается развивать не только город, но прежде всего сельские территории. Глава района поблагодарил журналистов, которые выбрали Белореченск местом для встречи. Я очень сожалею, что время летит очень быстро, и сменили место работы такие магиканы, как Сенеговский Владимир Владимирович, Шварцман Николаевич Хилич, Явланов Владимир Владимирович. К сожалению, на сегодняшний день старший по сроку пребывания в должности оказался уже я. Хотя в 2000 году я был самый молодой и по возрасту, и по сроку пребывания в должности. Иван Имгрунт вспомнил первую отчетную сессию совета, на которой присутствовал губернатор. Тогда он, молодой глава, с трибуны зачитал свое предвыборное обращение к избирателям, опубликованное в местной газете. Я доложил губернатору и присутствующим в зале, что то, что я обещал в 2000 году, 12 января, на день российской прокуратуры, на сессии, исполнено все, кроме одного. Я говорю, тут погорячился, что мы должны через несколько лет стать бездотационными. Вот от дотационности никак не удается уйти. Я не скрою, первые годы было интересно, когда у тебя берут интервью, твоя фотография появляется в газете. Буквально через несколько лет у меня все это прошло, как, наверное, у всех это проходит. И сегодня я всегда говорю, что я бы не хотел, чтобы мелькали мои фотографии. Но я очень хочу, чтобы мелькали фотографии людей, которые здесь живут и работают. Самое главное богатство Белорусского района – это людской потенциал. Он у нас сформирован со времен заселения казаками эту территорию, со времен строительства станции железнодорожной, со времен строительства химзавода. То есть у нас тут столько людей осталось, которые приехали когда-то на стройки. И мы сегодня гордимся, что у нас есть рабочий класс, и крестьянство, и интеллигенция, и что мы можем развиваться однопланово. Журналистов интересовало, что ждет от газеты глава района, чего, по его мнению, не хватает в газетных публикациях. Я изначально говорил, когда начинал работать, и я это подтверждаю. Мне всегда нужно какое-то альтернативное мнение на видение тех проблем, которые есть на территории района. И я всегда жду, во-первых, проблемные вопросы. Неважно, это в плане критическом материале преподносится. Важно, что это проблема, которая реально существует. И желательно, конечно, видение решения этого вопроса. Я одно только в своей жизни никогда не приемлю, когда дело касается моей личной чести. Все остальное, это должно присутствовать. Информированность должна быть тоже, население о том, что делается. Но это должно умело сочетаться. У нас общая социальная ответственность за мир и спокойствие на территории нашей страны. Нам не нужна очередная революция. Мы уже в течение ста лет потеряли два государства. Я, например, очень больно до сих пор переживаю, что я живу не в Советском Союзе. Я, например, вижу в вас своих соратников. Подчиненных много, соратников мало в этой жизни, у руководителей. Я не приемлю слащавые публикации, непонятно, безумный пиар. Вот сколько ты там не пиарься в газете, каждый день фотографию главы публикуй и пиши, что он хороший человек, от этого ничего не поменяется. Если там на улице не будет ничего происходить, то все это просто безумие, пустая трата времени, сил и средств. Поэтому я и вижу, и хочу видеть своих соратников, которые могут правду сказать в глаза, могут подсказать, как это можно делать и могут поддержать, когда это нужно сделать. Вопрос о развитии водолечения в крае сегодня актуален и для Белореченска, где сразу в двух сельских поселениях есть целебные источники. Великовечное будет в ближайшие годы, с учетом и установок губернатора, развиваться более эффективно. Речь идет о строительстве инфраструктуры, гостиницы, объекты питания. Наконец-то появились инвесторы на хутор Кубанский, это бывшая водолечебница химзавода. Там тоже очень серьезные перспективы, там тоже очень сильная вода. То есть эти две точки роста, они, я думаю, в ближайшие три года будут активно развиваться, начиная со следующего года. И мы планируем, если в феврале будет сочинский форум, говорят, что вроде бы на феврале обозначает, то мы будем подписывать соглашения и по Великовечному, и по хутор Кубанскому. Тема развития агротуризма на Кубани также поддерживается на местах. И уже есть планы начать с черниговского поселения. Нужен инвестор, не просто инвестор, фанат. То есть нужно вложиться в инфраструктуру с пониманием того, что отдача будет не в ближайшие годы. Это перспектива. Это только тот, кто человек может инвестировать, кто любит природу, любит людей, животных. Руководители районов не скрывают, что испытывают большие трудности в сохранении тиражей в печатных изданиях. Готова ли власть помогать газетчикам в этом вопросе? И уже никто ничего не читает, ни книг, ни газет. И поэтому я убежден, что нужно искусственно поддерживать тиражи газет в размерах хотя бы их самоокупаемости для того, чтобы эта газета приходила в семью. Мы должны детей приучать к тому, чтобы пришел читать газеты. Школьник пришел читать газеты. Не только ветераны, но только пенсионеры. Мы стараемся в силу наших возможностей. Недостаточно, конечно, но я к этому вопросу однозначно отношусь. А вот какую бы тему выбрал лично Иван Иванович, если бы был журналистом, спросили мы. Первые публикации у меня были в Свердловске, когда я учился. Я уже не помню там на какие темы, но их печатали. Я там получал даже какой-то гонорар. А я запомнил свою публикацию. Я попал по распределению в Караклопакию. И проходил мимо вечного огня и увидел молодую пару, которая ложила букет к вечному огню, фотографировали. И потом и букет тоже забирали. То есть они сфотографировались и с букетом обратно. Меня это так задело. Я там тогда на первой странице мою публикацию разместили. То есть для меня очень важны духовность и человеческие отношения. Если мы ее растеряем на одной экономике, страны не будет. Поэтому я бы вот эти темы освещал. Гостей интересовало развитие агропромышленного комплекса, в частности чайной фабрики. Я вообще считаю себя везучим по жизни человеком. И мне везет на интересных людей. И вот я познакомился с этим человеком, инвестором, который построил консервный завод из чайфосовочную фабрику. И сейчас вот мы в декабре откроем носочную фабрику еще. Ну с тем же инвестором. И благодаря этому инвестору я немножко разобрался, что такое чай. В Советском Союзе 90% чая выращивалось в Грузии. 5% в Азербайджане и 5% в Касандарском крае. К сожалению, на сегодняшний день в Касандарском крае чая почти нет. И с того объема, который продается, ну я не владею, но там большая часть это индийского чая под брендом Касандарского. Ну идет там купажирование, это разрешено, это не нарушение законодательства. Чай доставляется из стран-производителей. Чем мы гордимся качеством? Это Индия, это Цейлон, это Китай, это Вьетнам. Страны-производители чая. Они сюда доставляются в мешках, здесь идет купажирование по сортам. И вот мы когда были в Баку, я посмотрел, как делаются эти бренды. То есть они учитывают, ну чай из разных территорий, он отличается по своему составу. И даже вот в те регионы, куда они отправляют, они учитывают качество воды. То есть в лабораториях изучается состав воды, и они тогда понимают, какого чая добавить больше, а какого уменьшить, чтобы в этот регион отправлять. Это инвестор, он курд иранского происхождения. У него очень интересная философия жизни. Он занимается только производством сельхозпродукции. И когда мы с делегацией края приехали, первый раз прилетели в Баку, то встреча, были ректоры университетов, был вице-губернатор Громыко. Встреча началась с того, у него картина в кабинете висит, там какой-то горизонт, и он говорит, вы знаете, я отношение к людям и к бизнесу строю через призму понимания того, что где-то далеко, я тут черты еще не вижу, есть грань окончания пребывания меня на этой земле. И поэтому я могу совершать только правильные, благородные и разумные поступки. Для меня философия этого человека очень близка. Проблемный вопрос – застройка города. Как сочетать интересы бизнеса и жителей? Любая застройка должна быть во благо, в первую очередь, людей, живущих на территории города, села, неважно. Во-вторых, что действительно есть ряд безумных решений, которые реализованы, и бы не нужно было реализовывать. У меня буквально вчера была встреча, я приглашал Сазонову, да, Любовь Павловну, которая часто публикуется в вашей газете, и на эти темы, да. Мы договорились, что мы ее включаем в градостроительный совет, который, я думаю, с ее приходом будет реально работать. И я ей пообещал, что ни одного решения без голосования на градостроительном совете не будет приниматься по дальнейшему освоению территории городского поселения. Работа с молодежью – отдельная тема в разговоре. Но и на этот вопрос глава района отвечает откровенно. Какую охватываем молодежь? В основном учащиеся. И отделы по делам молодежи, управление образованием – это все вокруг учащегося контингента. Это либо школа, либо учебное заведение высшего, среднее профессиональное. Вот с этой категорией – да, получается. Мы должны работать, как Тимур и его команда. Должны быть телефоны, как на подобии вот этой Тимуровской организации. Что нужно? Субботник? Через два часа площадь должна быть заполнена людьми, инструментами. Или мы дали сообщение, что у нас хороший концерт, или у нас День России, День Флага, и надо прийти нас поддержать. Вот сколько мы можем так собрать? А мы таким образом собираем немного. Вот это поле непаханное, и им надо серьезно заниматься. Я благодаря вашим вопросам еще больше узнал Ивана Ивановича. Хотя, едучи сюда, я думал, что я полностью все о нем знаю. И все слова. Поэтому я вам хочу сказать большое спасибо. Я хочу сказать спасибо Ивану Ивановичу за проведенную пресс-конференцию, потому что большие силы. Я рад всем, кто нашел возможность приехать. Я знаю всех глав муниципальных образований. Лично со всеми знаком, лично со всеми поддерживаю отношения. Я считаю, что все абсолютно дееспособные, понимающие меру ответственности. Сегодня пребывание в этих должностях. И прошу по возвращению передать им. Зайти каждому в кабинет и передать от меня привет. Если кто-то не примет, позвоните. Я приеду сам. Пожелание, конечно, успехов. Благодарен тому, что вы тоже чувствуете золотую середину. Чувство меры – это великое чувство для любого человека. И чувствовать золотую середину, где нужно и покритиковать, и где нужно поддержать – это тоже не каждому дано. У вас это получается. Поэтому я, конечно, вам искренне желаю, чтобы это все и дальше приносило пользу, в первую очередь, тем территориям, где вы работаете. Роль журналиста очень велика. Я хотел вас поблагодарить. Искренне удачи вам. Спасибо за ваше терпение, за внимание. Глава района поблагодарил Вячеслава Смеюху за оказанную честь и организацию фотовыставки в Белореченске и вручил памятный сувенир. В этот же день были награждены лучшие журналисты Кубани. В их числе главный редактор «Огней Кавказа» Вячеслав Барашихин. Благодарственное письмо за организацию «Дня районного журналиста» было вручено помощнику главы района Татьяне Беззубиковой. Наталья Пугачева, Сергей Чернецов. События и люди. Продолжение следует...